Добрый вечер. Первонаперво, конечно же, я вас поздравляю с этим праздником, с великим праздником, с Днём Победы. Я знаю, что сегодня оба вы были и на мемориале, и на Шерпенском плацдарме. Первый вопрос, конечно, такой. Вот пандемия, вся эта ситуация, связанная с ней, повлияла как-то на общий дух, на настроение праздника? Всё-таки ведь не все мероприятия, планируемые, имели место быть сегодня, господин генерал. Да, я считаю, что повлияла, потому что хотим мы или не хотим, но, знаете, общая атмосфера, она всё равно не дала нам возможности. То есть у людей отсутствовало удовлетворение, как в прошлые годы мы собирались с тысячами, сто тысячами. А сейчас мы вынуждены, эта мера вынуждена, это чуть-чуть нас огорчает с одной стороны, но с другой стороны мы должны абсолютно соблюдать все рекомендации комиссии по чрезвычайной ситуации о том, чтобы не допустить дальнейшее заражение, не допустить передачи. Мы, в моём понимании, мы соблюдили все рекомендации Министерства здравоохранения. Борис Андреевич, как вам атмосфера? Ну, во-первых, с праздником, с Великой Победой, дорогие телезрители. Ну, конечно же, когда ты идёшь в колонии, под духовой оркестр, маршем, это совершенно другое какое-то настроение. А когда люди сегодня шли на мемориал, ну, я-то возложил цветы, там тоже посмотрел, побыл, потом ещё заезжал в течение дня после мероприятий. Всё равно масса людей шла, но в индивидуальном порядке, конечно же, встречались, говорили, вирус с вирусом. И поздравляли. Да, и поздравляли человеческие отношения, и само отношение к этому великому празднику, оно у нас у всех одинаково. Но посмотрите, что в онлайне творится. Это вообще что-то, дети стихи читают, поют, люди выставляют свои портреты. И сегодня вот я заходил на несколько страниц, социальные сети, там вот сплошные просто ленты, вот идут ветераны, ветераны. Это тоже портреты, у нас сейчас как раз, господин Гайчук, это кадры, между прочим, нашего фильма, о котором мы сегодня тоже поговорим. Вы давали нам интервью. Вот неспроста, как наши телезрители уже поняли, мы сейчас показываем вот эти кадры. Мы, телеканал наш, снял документальный фильм по книге авторами, которого вы являетесь оба. И после нашей беседы этот фильм будет показан, у нас будет премьера. Но вот давайте немножечко поговорим, раскроем скобки, почему эта книга появилась, почему вы писали ее оба, вы принимали в ней участие, и какую главную мысль вы хотели донести. Господин Швабов. Ну, во-первых, идея этой книги появилась как, ну, есть еще один автор, это Михаил Лупашко. Да, Михаил Лупашко, он написал прекрасную поэму о героях Днестра. И как-то в прошлом году он мне звонит и говорит, Боря, вот у меня есть хорошая поэма, говорит, не мог бы ты там написать немножко историческую часть, вот там же были плацдармы, у нас все остальное. Я переговорил с Виктором Владимировичем, у нас сразу, когда что-то появляется новое, потому что все книги, которые у нас выходят, они выходят практически с нуля. Вот, освобождение Кишинева никто не писал, герои молдавской земли никто до нас этого не делал. А тут вот Лупашко говорит, поэма есть, а я говорю, слушай, а всем плацдармам у нас, и все знают только Кицканский, Шерпенский, там, ну, Варницкий, ну, что-то слышали про Рецкойцы, потому что там один из героев Советского Союза было. А были же еще другие. Может, вот как-то сделаем, ну, и как обычно, все вот на документальной основе, с картами, с портретами, со всеми героями. Вот так вот проект появился, как говорится, из чистого воздуха. Виктор Владимирович, почему вы вот так вот в соавторстве вот решили, да, работать? Ну, я думаю, мне хочется верить, что Борис Андреевич меня привлекает к этой работе как военспеца, как человека, который учился в военном училище, который учился в военной академии, и который кое-что понимает, как винтовку держать хотя бы, да? Так вот, образно скажем. Скромно, да. Помимо того, что он доктор исторических наук, да? И поэтому я, конечно, с удовольствием принял это предложение советовать, помочь, рассказывать, потому что, в принципе, вот у нас в Молдове, мы когда говорим о наших достопримечательностях, мы что говорим, мы говорим, это Этернетате, Мемориал, Крикова, ну, ансамбль Жог, Аргеев, и обязательно мы говорим Шерпена. Шерпена-то стало, это стало такой мемориальный комплекс, который на слуху, это который многие с Российской Федерации, многие органы административной власти приезжают сюда. Много людей со всего бывшего Советского Союза приезжают сюда, потому что здесь похоронены около 12 тысяч солдат. Здесь этот плацдарм, это как бы стал символом освобождения Молдовы. С этого началось. Это первый был захват. Вообще, плацдарм, это в военном искусстве, это как бы троянские кони. Это самое сложное. Это самое сложное. Это сложная операция. Это пытается, это когда фронт пытается сделать брешь. Это первый удар. И поэтому это требует мужества, это требует силы. Это несешь потери. И поэтому обычно даже, когда при завоевании плацдарма, при удержании этих плацдармов, когда этот плацдарм ты захватил, и на себя притягиваешь огромные силы противника. Они тебя окружают, они на тебя нападают. Ты держишься до последнего, а в это время твои товарищи прорывают линию фронта и идут вперед. Вот с точки зрения военной стратегии этот плацдарм. Но это люди обычно, иногда, они понимают, что на них будет ураганный огонь, на них будет ураганное давление, чтобы их вытолкнуть с этой земли опять за реку обратно. Поэтому я думаю, что этим и интересна наша книга. Потому что рассказано про все плацдармы, которые были на Днестре. И, ну, я в основном, я помню, что я настоял именно, что это плацдарма Победы, а не... Да, по названию. По названию я настаивал там. По названию этой книги. Ну, вот вы держите эту книгу в руках. Мы сейчас, да, плацдарма Победы на Днестре. Мы, наверное, сейчас покажем. Оператор возьмет сейчас крупный план. Шерпинский мемориальный комплекс, специально подобрали фотографии. Вы знаете, ваша книга удивила не тем, что здесь написано, а самим фактом своего появления. Я вам сейчас открою тайну такую. А почему? Потому что до сих пор что считалось? Что все, что было связано с Великой Отечественной войной в Молдове, все обо всем было написано еще во времена Советского Союза. Вот тогда это было интересно. Тогда этим занимались. Борис Андреевич, а вы утверждали как-то, я помню, что вы еще и открытия какие-то совершали во время написания. То есть, получается, не все было известно? Нет, не все. Вот поделитесь, что это за открытие и что такого нового вы привнесли? Вы знаете, вот если говорить конкретно по плацдармам, вот мы говорим о семи плацдармах, но их по большому счету было больше, многие просто не удержали, они объединялись, разъединялись. Ну вот, семь основных плацдармов. И говорили только вот о, в основном, Кицканы и Шерпены. Почему? Потому что Шерпены притянули на себя основной удар. Они выполняли ложную роль в ходе подготовки Киашко-Кишиневской операции. То есть, держали в напряжении немецкая команда. Они шут 35-40 километров по прямой до Кишинева. Вот советские войска тупо ломанутся. И поставили против них 6-ю немецкую армию. А в это время использовали Кицканский плацдарм, который был очень большим, 160 квадратных километров, но можно было использовать километров 60-70, потому что там сплошные плавни, леса и так далее. И там сосредоточили практически две армии, механизированный корпус. Это было для немцев большой неожиданностью. Но что здесь мы открыли? Оказывается, вот тот героизм наших солдат, о которых ведь практически сегодня забыли. Никто не говорит. Все говорят, вот у нас есть герои Советского Союза, вот плацдармы это сложное. А мы что? Мы подняли 47 биографий этих людей, нашли их портреты, опубликовали это. Но самое главное, вот вы говорите, новое. А новое сегодня появляется почему? Потому что только всего лишь 5-6 лет тому назад были открыты архивы, это журналы боевых действий армии и дивизий и корпусов, которые здесь воевали. А вот там карты, вот там документы, вот там все, что есть. Но самое большое открытие с Виктором Владимировичем, это наш другой проект, прошлогодний проект. Это герои молдавской земли. Вот этим мы гордимся по праву. Почему? Потому что всегда у нас считалось, что у нас там 19 героев и 4 полных кавалера ордена славы. Казалось бы, вот в прошлом году тоже 75-летие праздновали освобождение Молдовы от фашистской оккупации. И даже у нас так получилось, в том году вышло с Виктором Владимировичем 3 книги. В феврале у нас выходит «Правда о Великой Отечественной войне». Ну, это вообще было там мифы и сказки о войне. И мы там сами же писали, что у нас 23 героя из них, 19, 4 тех. И нас все повторяют. И даже вот я на днях говорил, говорю, как, а мы знаем, что 23, вы сами об этом писали. В мае мы уже написали, что их 27. Почему? Потому что когда вот возник этот вопрос, и Виктор Владимирович говорит, слушай, давай сядем в конце концов один раз, разберемся. Потому что, ну, одного так написано, на втором. Это важно вообще, это на самом деле эта информация для историков особо. Нашли трех молодых кавалеров ордена славы, забытых вообще наших героев. Один молдаванин, один русский, один украинец, Слободзея-Террасполи, цыганка Кантемировского района, вернули их к жизни. И я вот считаю, что на мемориале их имена будут, и, наконец, историческая справедливость восторжествует. Я считаю, что это, наверное, самое большое, то, что мы в том проекте сделали. Виктор Владимирович. Я хочу сказать, что в этой войне Советский Союз потерял около 27 миллионов человеческих жизней. Говорят, 28. Вот уж сегодня уже так. Знаете, я скажу так, что одна жизнь, это очень важно. Когда говорю статистика, как бы кажется, 27, 20, хорошо, 8 миллионов. Это судьбы, это жизни. Это если вдуматься, это становится странным. Поэтому я думаю, что 75 лет – это мало для того, чтобы изучить все, что было тогда. И более того, я скажу, вот мы сегодня перезахоронили останки 50 воинов, павших тогда, в 44-м, кстати, в том числе и в этих районах Анинино, и так, в Шерпенах и так далее. То есть 45 лет прошло, пока мы перезахороняем вот этих солдат. То есть это, я хотел сказать, что можно узнавать, изучать, и надо, чтобы пока последний солдат не похоронен человеческими ритуалами и так далее, война продолжается. Поэтому вот я считаю, что мы должны и дальше изучать, писать, работать в архивах, работать с людьми, пока они живы. Многое интересное рассказывают. Я в последнее время встречаюсь с ветеранами, которым 95, 97, под 100 лет вот глотком Павла Васильевича. А, завтра 99 лет. Нет, сегодня 99 лет. Сегодня как раз. Это значит, ну это феноменально что-то. Поэтому вот такой ответ у меня. Знаете, когда говорят об освобождении Молдовы, то вспоминают Яско-Кишиневскую операцию. Вот что-то новое в процессе написания вы для себя узнали, Борис Андреевич? Опять-таки, документы, новые документы, те, которые есть, и рассказывают о Яско-Кишиневской операции. Вы знаете, новое для себя я узнал. Ну вот, допустим, там схемы, карты. Я слышал, что это Каны Второй мировой войны. Да, так называлось. Подошло благодаря маршалу его книге. Но понимаете, в чем суть Яско-Кишиневской операции? Это самая короткая операция. Она 10 дней длилась. 20-29 августа 1944 года. И самая минимальная по жертвам, по человеческим потерям. 1% потерь советских войск, это безвозвратный. Это вообще очень редкие случаи для наступательных боев. Но, конечно же, это военное искусство, которое возросло у наших полководцев. Вот тот замысел, который был, да, вот с кисканским плаздаром, со всем вот этим вот ударом. Конечно, вот это впечатляет. А для себя я узнал некоторые вещи, о которых раньше в советское время не писали. И мы даже их не изучали ни в университете, как историки и так далее. Вот о роли наших граждан в этой операции. А вы считаете, она недооценивалась? Нет, она дооценивалась. Но дело в том, что вот ее сравнили, вот я говорю, с Каннами. А она один ко второму, я считаю, что ее правильно называть, это вторая Сталинградская битва. Вот так даже. Потому что Сталинградская битва, мы знаем ее значение. Почему? Потому что вот эти удары к линиями, которые сходятся в одном месте, фланговый охват, один к одному повторяет Сталинградскую битву. Плюс третья, четвертая румынская армия там под Сталинградом полегли. И здесь они были разгромлены. Шестая немецкая армия Павльса полегла под Сталинградом. И здесь было восстановлено, Гитлер ее назвал армией мстителей. То есть туда набрали родственников тех, кто погиб в Сталинградской битве. И вот они второй раз здесь. И даже состав участников практически был один и тот же. Виктор Владимирович, говорят, что Сталинградская битва, мы знаем, коренной перелом. Нас всегда учили этому. А здесь на Балканы вышли? Можно любую битву с чем-то ассоциировать. Везде стреляют, на всех битвах стреляют. Везде участвует противоборство. Но есть разница. Все-таки есть разница. Значит, Сталинградская отказалась несколько месяцев. А здесь несколько дней. Там половина была оборонительная сторона. Потому что Сталинград, если не ошибаюсь, ноябрь, декабрь, январь. Они все были в обороне. Поэтому это несопоставимые. Им ли он погибших? Да, это несопоставимые две битвы. Но я действительно соглашусь, что Яско-Кишиневская операция – это одна из самых блистательных. Уже военачальники научились воевать хорошо. Уже солдаты имели опыт. Это 44-е годы. Уже три года боевых действий. Там всегда время переходит в качество. То есть они уже хорошо научились воевать. И был правильный замысел, который на самом деле привел к освобождению Молдовы. Вышли на границы Советского Союза. В это же время переход Румынии. Они были в составе коалиции с Гитлером. На другую сторону решили. И они перешли. 23 или 24 августа, мне кажется. Они уже перешли на сторону. Это когда вся одна целая страна переходит на сторону Советского Союза. Когда армия румынская поворачивает оружие. Это, конечно, тоже своеобразно. Но я хочу сказать, что это мощная была поддержка. Это мощные были изменения. И особенно правильно говорит Борис Андреевич, что вышли на Балканах. Открылась дорога на Берлин. Можно так сказать. Таким образом. А, кстати, вот такой вопрос. Операция с 20 по 29. А мы освобождение Молдовы празднуем 24. Здесь интересно. Вот почему так, кстати. Здесь все очень просто. Дело в том, что по большому счету 24 августа это условная дата. Почему? Она привязана к освобождению Кишинева. 24 августа был освобожден Кишинев, столица Молдавской Советской Республики. Бои закончились на Молдавской территории 27 числа. Вот немцы начали сдаваться в плен. Ну, 29 официальное завершение этой биржи. Но по большому счету 23-24 все было решено. Кольцо замкнулось. Кишинев был взят. Немцы были вот в этом Ханчеште, вот эти Лиса, Леова, вот между Прутом и Кишиневской зоной. Вопрос был решен практически. Ну, там было или вы сдаетесь в плен, или вас просто добивают. Можно еще, я хотел сказать, что можно, конечно, еще раньше. Потому что долгое время Сороки было столицей Молдовы, когда они еще... С 18 марта или апреля они уже заняли некоторую часть. Поэтому вот это серединный, наверное, то есть выбран день, когда освободили столицу Молдавской СССР. Это было 24 августа. Поэтому у нас празднуется или... В этом году особо даже, получается, внимание... Получается, что все наши центральные мероприятия перейдут. В принципе, у нас в прошлом году было 75 лет, потому что 44-й год. Освобождение Молдовы, да. Но вот, исходя из ситуации реальной, которая есть в нашей стране, которая во всей Европе, не только все. Все страны перенесли все, и учебный процесс, и другая общественная жизнь. Все поменялось. Вы знаете, говорят, что подобные книги, вы подробно какие-то исторические факты излагаете, о которых мы не знали. Рассматриваете все эти сражения, говорите о всех этих плацдармах. Но я знаю точно, что нас учили так как. Каждая книга такого вида, такого уровня, она должна еще и воспитывать людей. Вот, ваша книга в плане патриотизма, как вы считаете, она будет полезна? Если да, то в каких конкретно аспектах? Ну, дело в том, что, вот понимаете, и эта книга, и другие наши книги. Вот мы в свое время договорились, и помните разговор с нашим президентом, с Игорем Николаевичем Дадоном. Он как-то высказал вот такую мысль, что, ну вот смотрите, да, у нас прекрасные ученые. А они пишут хорошие, толстые, большие книги, научным языком. А когда мы идем в школу, когда мы идем в студенческую аудиторию, там надо говорить простым человеческим языком и о сложных вот этих процессах, говорить на доступном человеку языке. И он говорит, вот пусть у вас будут 10 книжек, но они будут тонкие, чтобы человек ее прочитал, чтобы ее можно было выставить в электронный формат, чтобы по этой книге можно было снять 15-20 минутный фильм, который молодое поколение будет смотреть, ну, с большим гораздо интересом. И поэтому вот у нас все проекты, они как раз заточены на вот то, что они написаны простым языком, а человек 600 страниц читать не будет сегодня в современной молодой. И когда он видит документы, когда он видит фотографии, когда он видит вот эти реальные развалины Кишинева, там того, что это было, это вот как раз отклик души получается. То есть происходит вот эта вот линия соединения личных эмоциональных чувств восприятия с той исторической правдой, о которой идет речь. Вот я считаю, что вот этот наш подход, он здесь главный. Не знаю, правильно сказать, но оно, наверное, они, эти книги носят просветительно-воспитательный характер. Все-таки. Вот именно, да, я абсолютно уверен в это, и я бы хотел это, я бы хотел, чтобы любой, ну, сейчас же нельзя говорить о том, что есть часть граждан или часть политиков, которые считают, что это не освободительная война, что это вообще не великая победа, это так. Которая вообще не празднует сегодняшний праздник. То есть надо говорить реально, что у нас есть и такие люди есть, потому что не надо говорить, что все одинаковые, как Шаповалов, да? Не, ну мы помним, что у нас и Георгиевскую ленточку пытались запрещать, мы помним, и памятники у нас разрушали, говорили, зачем устанавливать, и это происходит. Поэтому в этих книгах, мне кажется, дан простой ответ, аргументированный, исторический, вот человек, вот место, вот где он родился, вот кто он. И тогда вопрос, и вот что он сделал. И тогда, и в этой, и в других книгах, вот есть конкретика. Мы говорим о людях, которые родились на этой территории. Если 19 героев, если 7 кавалеров, полные кавалеров, то мы говорим, вот, вот село, вот где он родился, он жил, что он сделал, вот. И тогда, ну, я так, хочется верить, что даже те, которые, как я сказал вчера, что льют грязь и обманывают, фальсифицируют. Да, которые фальсифицируют это, я думаю, меньше у них аргументов. Чтобы я всегда в своей деятельности, как говорит один мой друг, руководствуюсь принципами справедливостью. И второе, аргументированно надо. Любое твое действие ты должен аргументировать. Или высказывание, или призыв. Ты показывай аргументы. Почему? Или ты, а еще лучше сделай, не делай как я, а делай сам. Сам делай. Сам показывай пример. Людмила, здесь вот просто вот то, о чем мы говорим, цифры, конкретика. Вот смотрите, почему Великая Отечественная война для нас, для молдавского народа тоже была. Мы говорим, что это народная война. Вон, состав героев Советского Союза Виктор Владимирович на конференции выступал, вот на днях, да. И вот смотрите, сколько у нас, 8 молдаван, 11 украинцев, 5 русских, 2 еврея. Вот вон национальный состав, то есть все воевали за ту советскую власть. В рядах Красной Армии 400 тысяч наших сограждан участвовало. Из них 2 трети, это этнические молдаване. Так за кого молдаване тогда воевали? За какую власть? С кем они воевали? Вот из них 80 тысяч добровольцев. Можете себе представить, каждый четвертый, когда по Советскому Союзу был каждый 8-9. Это отношение людей к тем событиям и тому, что происходило. Борис Андреевич, но тем не менее, вы ведь не станете спорить, что, если посмотреть на ситуацию более широко, что называется, то ведь нужно честно сказать, что есть люди, которые вообще предпочитают не говорить о том, что Молдова страна победитель фашизма. Вот так. Были и трусы, которые сидели в окопе, когда товарищи с винтовкой в руках бежали. Сегодня, конечно, есть они тоже. А почему это делается? Вот как вы считаете? Почему вот на сегодняшний день есть те, для которых этот праздник святой и великий, а есть те, которые вообще предпочитают его не праздновать и которые предпочитают, чтобы не было вот этого гордого звания у Молдова страна победитель фашизма? Ну, я не знаю, как вот Виктор Владимирович ответит на этот вопрос. У меня этот ответ всегда существует следующий. В годы Великой Отечественной войны у нас было, надо правду говорить, полтора миллиона коллаборационистов, полицаев, жандармов, тех, кто воевал, пошел в эсэсовские подразделения национальные и так далее. И у нас было полтора миллиона партизан, которые на захваченной оккупированной территории брали оружие в руки, шли в леса и сражались. Всегда были и будут те, кто за что-то и те, кто против этого. Но историческая правда всегда, я считаю, на нашей стороне. Виктор Владимирович, вы как ответите? Надо констатировать, что и во время войны, Великой Отечественной войны, около двух миллионов, генерал Власов, это тоже бывший генерал Советской Армии или Красной Армии, а был РОА, российская освободительная армия целая, которая была под флагами Гитлера. Гитлера. Поэтому всегда найдутся люди, которые готовы предать свою родину, которые готовы воевать со своим народом, которым не устраивает власть, которая существует в стране. Ну, к сожалению, так. У нас есть же часть населения, которые не согласны с тем, что Республика Молдова – это независимое, суверенное государство. Есть же? Есть. Есть. Вот они и проповедуют, и не стараются, чтобы мы забыли, что мы участвовали в этой войне, что мы не кши, и мы проигравшиеся. И то есть они нас хотят ассоциировать с другими людьми. Или они вообще не хотят существования этого государства. И это нормально. Это нормально до тех пор, пока, скажем так, 90% это будут те люди, которые живут на этой земле, которые любят эту землю, которые хотят, чтобы жить в независимом, суверенном государстве, жить счастливо, жить хорошо. Ну, и 10%, которым не нравится им что-то. Ну, всем не угодишь. Знаете, вот кто-то слушает нашу беседу и думает, вот хорошо, они ведут такие разговоры, пишут книги, проводят презентации, снимают кино. Но, да, ну, такое сейчас время, когда у власти те люди, для которых этот праздник действительно святой и великий. Есть ли у нас такие риски? Почему мы так зависим, господин Гайчук, от того, что вот если у власти есть люди, которые разделяют эти взгляды, тогда у нас одно отношение. У нас реставрируется мемориал, да? Да, мы говорим об этом, да? У нас совсем другое отношение. Мы видим, какое отношение к ветеранам. А потом, если у нас вот другие люди у власти, что было до, да, мы знаем, альянсы различные, у нас было другое отношение. Вот как с этим быть? Игорь Николаевич Дадон, президент нашей страны, главнокомандующий, он свято чтит эти праздники, он поддерживает ветеранов войны. Но я затрудняюсь говорить, что думают другие партии, оппозиционные партии. Допустим, некоторые лидеры однозначно сказали, что это не наш праздник, это не наша победа. Другие еще хуже говорят. Вот я за то, чтобы у нас было парламентское большинство, которые думают правильно, которые думают и оценивают историческую правду, которые исходят из фактов, а не из идеологической необходимости. Потому что, когда они говорят, что не советская армия, не красная армия победила, я привожу простой пример. Чей флаг над Рейхстагом подрудили? Все. И дальше было бы хорошо, чтобы они бы, ну, в лучшем случае поддержали нас, ну, хотя бы не мешали нам. Но вот в таком ключе, я думаю, что это все равно, в конце концов, будет у нас в Молдове. Спасибо. Я считаю, что здесь все очень просто. Не надо плевать на могилы своих родителей, своих предков. Вот это я в адрес тех политиков, которые говорят, что какая-то война не та была. Не с теми мы воевали. Не так воевали. Я знаю, что когда началась война, пришли чужие люди на нашу территорию. Они пришли убивать моих дедов. Они пришли убивать моего отца. И они не оставили выбора ни дедам, ни отцу. И они взяли оружие в руки и начали защищать свою родную землю, свою семью. И вот это основа, вот это главное. И сегодня, когда нам говорят, что я должен за что-то каяться, за то, что мой отец вернулся с войны с перебитой ногой и был инвалидом, я должен за это перед кем-то извиняться. Я их не звал на свою землю. И вот я исхожу из этого, понимаете. И если у кого-то другая точка зрения, это твоя точка зрения. Но посмотрите, сколько у нас стоит памятников этих по всей нашей земле. И многие, это не просто памятники, это могилы вот тех погибших наших. В том числе и наших 650 тысяч сограждан Республики Молдова, которые погибли из 2 миллионов 700 тысяч на начало Великой Отечественной войны, которые проживали на этой территории. Людмила, 570 тысяч – это мирные люди, которые были расстреляны, которые были уничтожены в лагерях, которые умерли от тифа, голода, и вот здесь, на этой оккупированной территории. Вот это правда. Как я могу относиться вот к этой правде по-другому, если я родился на этой земле, и это мои предки? Я думаю, что настало уже время телезрителям действительно посмотреть этот фильм, а мне вас благодарить за эту беседу и за вашу работу. Я думаю, что ваш тандем будет нас еще радовать своими изысканиями. Я не сомневаюсь в этом. Спасибо большое, что пришли. Я нашим зрителям говорю, что сейчас мы предоставим вам возможность посмотреть фильм. Это премьера, и автором, и режиссером этого фильма, мне приятно вам об этом говорить, является моя коллега Юлия Савчук. Поэтому все внимание на экраны.